У вас есть кухня, а на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, которые вы всегда пополняете, когда идете в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Но! Теперь все будет по-другому. Дежурный по кухне для тех, у кого есть стандартный набор продуктов и нестандартное желание готовить. Всем привет! Я Катрин Байер и сегодня я дежурная по кухне телеканала «Еда». Здесь самая обычная кухня, такая же, как у всех. Есть духовка, есть холодильник, прекрасный даже с продуктами. Есть плита, есть вытяжка, есть куча всяких ящичков для хранения посуды и полочек для хранения специй. И, конечно же, я пришла не с пустыми руками. Здравствуйте! Я сегодня принесла пастилу белевскую и еще куча всяких интересных штучек. И вроде бы вы скажете, что пастила, вот она, готовый продукт. Что из нее еще можно сделать сладкого? Я покажу три варианта, как ее можно использовать. Не как просто пастилу. И вы можете выбрать для себя любой понравившийся вам вариант. То есть я хочу приготовить такое, ну, что-то типа кэнди-бара. Это тогда, когда вы ждете маленьких каких-нибудь гостей. Либо просто хотите немножко разнообразить свой чайный стол, например. И сегодня у меня пастила белевская. От белевской пастильной мануфактуры. Это абсолютно натуральный продукт. В составе только антоновские печеные яблоки и яичный белок. Даже сахара здесь нету. И открываю коробку. И вот смотрите, какая интересная эта пастила. Она похожа на такой воздушный пористый бисквит. И для приготовления кэнди-бара из трех наименований мне понадобится, наверное, два куска таких вот пастилы. Я сегодня хочу сделать творожные кексы. Также хочу сделать кейк-попсы. То бишь это такое пирожное на палочке в переводе. И третье наименование – это будут сладкие сэндвичи. Сначала вам покажется, что это очень необычные такие сочетания. То есть, ну, опять-таки, сэндвич сладкий. Почему? Откуда? Как можно использовать вообще готовую пастилу в кексах и подвергать ее повторной термической обработке? Но я думаю, что я покажу все достаточно просто. И вы с удовольствием повторите этот рецепт. И начну приготовление я все-таки с кексов. Мне понадобится творог, яйца. Но остальное я вижу у себя на столе. Сейчас буду все рассказывать. Итак, возьму яйца, творог. Кексы будут творожные, как я и говорила. А для того, чтобы творог приобрел нужную текстуру, я не буду протирать его через сито. А в этом мне поможет погружной блендер, который сейчас есть практически на каждой кухне. Так, перекладываю творог в миску. На самом деле для кексов абсолютно не важно, какой творог это будет жирный, нежирный, обезжиренный. Если это кексы, то все равно сюда пойдет масло в рецептуру. Поэтому здесь на самом деле не важно, какой творог будете брать для приготовления этих кексов. Так, творог я перемешиваю с сахаром. И добавляю прямо сюда два яйца. И вот сейчас эту массу перемешаю. Она станет такой влажной. И я пробью всю эту массу именно блендером. И мне не нужно будет мучиться и протирать через сито. А самое главное, отмывать потом это сито. Как правило, в этом всегда загвоздка. Еще добавлю сюда ванильный сахар. Все, сразу запахло вкусно ванилью. И сейчас все это пробью блендером. Но сначала все-таки надену передник. Блендер штука непредсказуемая. Так. И немножко пошумим. Ну и вот, смотрите, буквально одна минута больше не нужно. И текстура этой творожной массы совершенно поменялась. Делать это прям досконально так, чтобы весь-весь-весь творог растворился, не нужно. Ну, честно сказать, выпечки в творожной, когда все-таки крупинки творога попадаются такие крупные, это придает ей особый шарм. И эти крупинки еще и украшают мякиш. И сейчас во второй миске я просто хочу подготовить все сыпучие ингредиенты. Это мука, сода. И вот как раз в такую мучную смесь я добавлю резаную пастилу. Так, возьму миску для сыпучих продуктов. Пшеничная мука и сода. Сода наши кексы сделают такими вот пышными, воздушными. Она даст им определенный подъем, то есть этой массе. И она сделает их рыхлыми, конечно же. И перемешать муку можно просто ложкой. Не нужно это делать венчиком, не нужно ничего просеивать через сито. И сейчас как раз вот в эту массу я добавлю резаной пастилы. Нарежу я пастилу кубиком. Когда режете вот так осторожненько, она все-таки липкая. Это пастила. Это не кусок бисквита, как это может показаться сначала. И именно поэтому, из-за того, что она липкая, я и хочу ее добавить именно в мучную смесь, для того, чтобы все кусочки так вот они мукой были обсыпаны и не склеились при замешивании теста уже готового. Вообще, наверное, такая выпечка, как кекс, она делается достаточно быстро. И сейчас мне понадобится сливочное масло, но мне нужно его растопить для того, чтобы ввести в тесто. И перекладываю масло в сотейник. И быстренько его растоплю. Просто при использовании мягкого масла или комнатной температуре тогда придется очень хорошо вымешивать тесто. А растопленное масло позволит это просто перемешать, так скажем, ручным венчиком. И тесто уже будет готово. Масло, как правило, топится очень быстро. Не нужно его ни в коем случае доводить до кипения. Ну и, конечно, можно это сделать не в сотейнике, а можно это сделать в микроволновке. Но, опять же, с тем же самым предупреждением не делать это слишком долго, иначе потом придется отмывать микроволновку. И растопленное масло я вливаю в творожную массу. Перемешиваю. Готовлю я не просто так. Сегодня ко мне в гости придет мой коллега, мой друг. Это Владимир Павлов. Уж я-то знаю, не понаслышке, что он жуткий сладкоежка. Поэтому я надеюсь, что он оценит то, что я приготовлю для него. Масло я перемешала с творожной массой. И сейчас добавляю сюда муку с содой и срезанной пастилой. На самом деле, очень интересно меняется текстура пастилы во время выпечки, то бишь повторной теплообработки. Ну, все, вот все, тесто замешано. И я готова раскладывать его по формочкам и ставить в духовку. На самом деле, очень люблю рецепты, которые не занимают полдня моего времени. Готовятся легко. И сейчас формочки для кексов. Они на каждой кухне, наверное, разные. То есть вот у меня сейчас силиконовые формочки. Очень удобные. Еще одна ложка мне нужна. И раскладываю по формочкам. Заполняю, как, ну, наверное, любые кексы, заполняю их на две трети. Это для того, чтобы в печке они все равно увеличатся. И чтобы они не убежали из формочек, лучше до конца их не заполнять. Духовку я включила заранее. Она нагрелась. Сейчас уже очень хорошо. До 180 градусов. Кексы будут выпекаться ориентировочно 15-20 минут. Время выпечки зависит, как правило, от размеров кексов. Потому что все-таки у всех разные формочки. Они могут быть совсем маленькие. Тогда им достаточно всего лишь 15 минут будет. Ну и работают духовки все по-разному. У кого какой вентилятор, какая мощность в духовке. Поэтому, как на любую выпечку, сначала нужно все-таки определять визуально, готова она или нет. Если она золотистая, она поднялась, то уже очень большая вероятность того, что она уже готова. Все, кексы отправляются в печку на 20 минут. И как раз, пока кексы пекутся, я успею сделать шоколадные кейк-попсы и сладкие сэндвичи. И для того, чтобы сделать кейк-попсы, мне понадобятся кусочки пастилы и так называемый шоколадный ганаш, который я сделаю из черного шоколада и сливок. Я беру сливки. Моя задача сейчас в том, что сливки мне нужно нагреть. На самом деле, можно даже довести до кипения. Ну так, слегка совсем. Сливки, это, кстати, жирные, 33%. Вообще, для кондитерских изделий желательно использовать как раз жирные сливки, 33-35%. Потому что очень часто рецептуры, которые вы читаете или пытаетесь отработать, они как раз рассчитаны на такие жирные сливки. Так, и пока нагреваются сливки, мне нужно подготовить шоколад. Ну, достаточно его просто поломать на самом деле. Так он растворится немного быстрее. Можно взять не обязательно черный шоколад. Можно взять молочный шоколад или белый. Но если вы готовите ганаш на белом шоколаде или на молочном, то тогда нужно просто количество сливок уменьшить, для того, чтобы получилось, что шоколада в два раза больше, чем сливок. Ну и сейчас в горячие сливки я добавляю шоколад. И все, сейчас задача моя в том, что растворить этот шоколад в сливках. И сначала может показаться, что это ничего не получается, что он идет вот такими хлопьями. Просто нужно набраться терпения. И вскоре это станет эластичной гладкой массой. И можно сказать, что ганаш, это, наверное, самый простой кондитерский полуфабрикат. Но, с другой стороны, у ганаша такое огромное количество применений, что он уже кажется не таким простым. Потому что есть взбитые ганаши, которые взбивают. Есть ганаши, которые используются только в прослойке тортов. Есть ганаши, которые используются для глазировки. То есть применять можно это очень много и по-разному. Вот смотрите, все, ганаш стал эластичным, равномерным. Весь шоколад без остатка растворился в сливках. И сейчас я подготовлю кусочки пастилы. Так, и эту пастилу мне нужно нарезать вот такими брусочками. Так, нарезала. И теперь мне понадобятся шпажки для того, чтобы я могла эту пастилу заглазировать. Надеваю на шпажке кусочки пастилы. Их получилось много. Но я думаю, что Володя все осилит. Так, почти все. Сейчас осталось еще пару кусочков. Так, и сейчас я буду глазировать кейк-попсы. И потом, естественно, мне нужно, чтобы они подзастыли немного. Для этого я поставлю их в холодильник, а чтобы я могла их перенести в холодильник, я возьму доску и застелю бумагой. У меня почти получилось. Ложку из сотейника не убираю. Для того, чтобы окунать наши кейк-попсы в ганаш, мне нужна масса ганаша. Поэтому ложка мне здесь пригодится для того, чтобы именно нагонять эту массу. Я опускаю кусочек пастилы на палочки. Немножко потрясти, чтобы убрать излишки. И кладу все это на бумагу. Ганаш такой схватывается достаточно быстро. Не просто так. Я выбрала кандибар из трех ингредиентов. Потому что как раз пока пекутся кексы, успеют и застыть кейк-попсы, и будут готовы теплые сэндвичи для этого кандибара. И сейчас, пока ганаш не застыл окончательно, я еще присыплю немножко цветной посыпкой. Для того, чтобы, ну так скажем, придать веселье нашей вечеринке. И вот так немножко посыплю. Чувствуете, безудержное веселье начинается. Ну, я думаю, что нам этого достаточно будет. Я поставлю в холодильник для того, чтобы застыли. Застыли наши кейк-попсы. Так, пора заглянуть кексом. Потрясающе высоченные кексы получаются. Очень классно. Ну и, наверное, приступлю к приготовлению сладких сэндвичей. Сладкие сэндвичи могут показаться вообще странным таким кандидзерским изделием, потому что вроде бы хлеб, вроде бы пастила. Но, тем не менее, такой десерт имеет место. И сейчас сначала включу сковородку-гриль. Так, сковородка достаточно толстая, она греться будет долго, поэтому я включила ее сейчас, до того, как буду готовить сэндвичи. Итак, для сэндвичей мне понадобится, конечно же, хлеб для сэндвичей. Вообще, очень удобный достаточно продукт для приготовления вообще различных десертов. Даже жареное мороженое делают с помощью хлеба для сэндвичей. И мне понадобится пару кусочков. Я обрезаю корочки. И сейчас мне нужно этот хлеб именно тонко раскатать скалкой. Вот таким образом. Я делаю из этого хлеба такие вот тонкие блинчики. Еще один кусочек. И такой принцип приготовления сэндвичей, на самом деле, можно делать не только сладкими. Сюда можно завернуть потом ветчину с сыром и сделать прекрасную закуску интересную. Я возьму еще один кусочек хлеба, потому что очень переживаю, что Володя скажет, что всего мало. Так, не отрываем все-таки взгляда от кексов в духовке. Сейчас я раскатаю этот кусочек и пойду проверю уже кексики шпажкой. Деревянный. Наверное, классический такой способ проверки. Просто деревянной палочкой. Кексам нужна еще буквально одна минута. И я смогу их вытащить из духовки. Итак, у меня подготовлено сейчас 4 пластинки из хлеба для тостов. И сейчас я смажу их медом, уложу поверх них кусочки пастилы и закручу в рулетики. С медом самое главное тоже не переборщить. Он нам нужен здесь только для того, чтобы это все склеилось как нужно и держало форму. Поэтому совсем немного, ну не знаю, пол чайной ложки может уйти на такой рулетик. И вот сейчас сюда уже закручу пастилу. Пастила, она же бывает, ну, достаточно с разным вкусом. Не только яблочная. Она же бывает из черной смородины. Не знаю, из черники. Вот такие сэндвичи получаются. Они похожи на рулетики. Но, тем не менее, я называю их сэндвичами, потому что все-таки это хлеб и начинка. Я хочу просто приготовить их, ну, такими, скажем, внешне достаточно яркими. Поэтому я их буду прижаривать слегка на сковородке гриль. Вообще лучше, почему мед именно? Ну, во-первых, получается, что в этом десерте я не использую сахара. Пастила у меня без сахара. И смазываю я медом. То есть смазывать шоколадом или какой-то шоколадной пастой или арахисовой пастой, честно сказать, не рекомендую. Потому что, ну, не знаю, с помощью чего вы будете приготовить эти сэндвичи. То есть если с помощью сковородки, то очень не рекомендую, потому что большая вероятность того, что вытечет. Это просто все с краев. Если с помощью бутербродницы, то, может быть, как эксперимент можно попробовать. Кексы готовы. И пускай они постоят буквально 5 минут, донышки у кексиков начнут немножко потеть. И это позволит мне, соответственно, очень легко вытащить их из формы. Так, ну а сейчас пока обжарю рулетики. Так, сковорода нагрелась. Очень хорошо. И, по идее, мне нужна абсолютно сухая сковородка для того, чтобы просто придать такие вот аппетитные полоски этим рулетикам. И кладем их на сковороду и слегка вот так вот прижимаем. Ну, их можно вот так прижимать прямо на сковородке. Это можно сделать рукой, это можно сделать лопаткой. Это уже как удобнее. Все, полосочки появляются. То есть эти сэндвичи готовятся очень быстро. И так как сковородка у меня была хорошо прогрета, поэтому их приготовление займет буквально всего лишь пару минут. После того, как они будут готовы, пока они еще горячие, я их смажу немного медом и посыплю кокосовой стружкой. Все, рулетики очень красивые, полосатые. Я думаю, что пастила все-таки успела немного внутри. Не то, что расплавится. Пастила, такая пастила не плавится. Поэтому она просто станет немного мягче, чем обычно. И буквально слегка смазываю медом. Мне нужно... Это делается больше не для вкуса, наверное, а для того, чтобы у меня прилипла кокосовая стружка. Так. И кокосовой стружкой посыпаю сэндвичи или рулетики, как угодно их называйте, но суть от этого не меняется. Кексы тоже почти, наверное, уже можно вытащить. Да, они прекрасно вытаскиваются. Итак, кексы пускай немного остынут. И как раз сейчас мне нужно немного убраться на столе, для того, чтобы уже собрать кэнди-бар. Так и знала, что ты обязательно будешь прикалываться. Я пришел к тебе не с пустыми руками. Так. А не как обычно, как я к тебе прихожу, сегодня с чаем. Что-то ты немного принес. Ну так нам с тобой на двоих много надо. И что, мы будем просто чай? Нет, ты знаешь, ты же сегодня не просто сделал какие-то штуки, я смотрю, вкусные. Не просто. Не просто. Поэтому чай сегодня будет непростой. Я сегодня приготовлю чайный напиток. Так. Значит, такой чай просто так не купишь нигде. Значит, здесь у меня бадьян. Здесь у меня перец розе. Серьезно? С перцем чай? Чай с перцем, конечно. Так. Корица, гвоздика, кардамон и... что это такое? И что это такое? Что это такое? Барбарис. Барбарис, конечно, Катерина, проверялся. Молодец. Я готовилась. И мед, и мед. Значит, смотри, всю эту историю я буду соединять вместе с чаем каркаде. Уже интересно. Уже интересно. Значит, такой будет, понимаешь, иммуновитаминный взрыв. Ну, вот я хотела сказать, не снесет нас взрывом-то таким. На ночь не надо пить такой чай, да? Слушай, я думаю, что, наверное, все-таки нет. Можно выпить, когда, например, холодная погода на улице. Или плохое настроение. Вот. Или когда просто у тебя много специй, ты не знаешь, что с ними делать. Да. Итак, смотри, я сегодня для тебя готовлю такой необычный кэнди-бар. То есть я готовлю кексы, я готовлю сладкие сэндвичи и кейк-пупсы. Делаю я это с пастилой, которая не содержит сахара. Прекрасно, прекрасно. А что это такое? Тебе понравится? Давай сейчас ты займешься с приготовлением чая, а я уберусь как раз на столе, да, показать. Давай, хорошо. Во всей красе все-таки. Хорошо. Пищу надо подавать красиво. Это самое основное. Конечно, конечно. А я тем временем что сделаю? Я поставлю сотейник. Добавляю сюда практически, практически кипяток. Теперь в эту воду я добавляю специи. Понемногу. Совершенно, да. То есть на один, наверное, френч-пресс, там на нас с тобой двоих. Я беру две звездочки бадьяна. Вот так их закидываю. Раз. Сейчас я добавляю буквально пять-семь штучек перца розе, шесть-семь зерышек кардамона, барбарис, барбариса побольше кладу. Лучше. Так. Смотри, специи сейчас начинают провариваться. Корицу не забудьте. Теперь корицу я положу в конце быстренько. И каркаде. Красный каркаде. Так. Так. Добавляю каркаде. Сейчас на самом деле очень модно пить всякие, знаешь, там такие чайные напитки. Ну я обратила внимание. У тебя есть какой-то свой любимый, наверное, напиток такой? Чайный. Чайный? Да. Слушай, я люблю очень, на самом деле, такие чаи, знаешь, там с мятой, с имбирем, с облепихой. Ну всякие такие вариации. Вот. Поэтому сейчас очень модно делать чаи без чая. И один из вариаций такого теплого, согревающего чайного напитка, нетрадиционного, я бы, наверное, даже сказал, не банального, да? Поэтому палочка корицы отправляется сюда. И вот он уже начал провариваться. И теперь заливаю всю эту историю сюда. О как. Чай с лимоном, там, чай с имбирем, чай с мятой и прочее, прочее. Люди знают, но чай с перцем, с барбарисом. Да, это, наверное, вот у тебя в рецепте сейчас самый вот удивительный ингредиент. Да. Это именно перец. Какой рубиновый цвет, благодаря каркаде, замечательный аромат, благодаря специям. А мед ты будешь добавлять? А мед я тоже буду добавлять. Так вот таким образом, смотри, значит, слегка. То есть он прям уже такой, прям здоровое питание. Слегка этот супертонизирующий, я бы так сказал, чай. Надо немножко подсластить, поэтому я добавляю мед прямо в кружечку. Вот так вот. И, собственно говоря, ты знаешь, все. Я уже приготовил чай. Вот такой я быстрый парень. Ну, я бы, по-моему, стиль не так бы не хвасталась этим. Да? Хорошо. Так, чай. Так, и еще сейчас одну минуту. Еще будут кейк-попсы. Все-таки я делала, старалась. Кэнди-бар. Кэнди-бар, так, прекрасно. Да. Поэтому вот смотри. Немножко сахарку, да, чуть-чуть? Не, немножко сахарку. Мне этот сахар нужен для того, чтобы установить шоколадные кейк-попсы с пастилой. А, вот так вот. Дайте сахар использовать, интересно. Вот, вот кто тебе такое еще сделает? Ух ты, а из чего они сделают? И это как раз из пастилы без сахара. Посмотри. Ух ты, класс, слушай. Ой-ой-ой. Давай мы сегодня вот так поиграем, как будто у тебя день рождения. Поиграем, да? Да, давай поиграем. Зря ты, правда, сказал, что ты такой быстрый парень. Да, это помешает нашей игре. Так, ну ладно, значит. Вот смотри, вот такой получился кэнди-бар. Сладкие сэндвичи с пастилой, творожные кексы с пастилой и кейк-попсы с пастилой. Слушай, прям вообще все с пастилой. Давай с тобой все попробуем. Давай. А я, конечно, очень хочу попробовать твой уникальный чай. Чай с перцем и все с пастилой. Ну что ж, давай. Куда супер штуку ставим? Сюда прямо? Конечно. Видишь, дежурил, дежурил по кухне. Вот надежурил, что теперь в гости пригласили. Ну здорово. Иногда нужно отдыхать. Конечно. Не вечно же тебе быть дежурным все-таки. Давай я за тобой поухаживаю. Катрин, ну прямо слушай, сладкая жизнь началась у меня, смотрю. Так, попробуй сначала эту штуку. Тебе придется все три варианта попробовать. Не слиплось ничего. Ну сладкое или не сладкое? Я же говорила то, что пастила без сахара, и поэтому это не очень сладкие десерты. Нормально, не рассладко. А что внутри пастила? Внутри пастила. А что? Пастила и ложка меда. И хлеб для сэндвичей. Ну слушай, оригинально. Из очень простых продуктов, то есть можно приготовить для ассортимента, особенно когда мы делаем вот такой кэнди-бар, вполне подходит. Так. А это кексики, да? Это кекс, творожные кексы. Творожные кексы с пастилой. Теперь запей это чаем, который ты приготовил. Ты думаешь, я этого не сделаю? Я запью. Я уже попробовала чай. Ну и как? Очень классно. Меня очень смущал перец в рецепте. Но весь этот комплект специй на самом деле придал очень классный аромат. Еще мне нравится то, что он не сладкий, потому что ты ложку меда добавил, да, в чашку. Вообще классно. То есть пастила в шоколаде. Угу. Слушай, вот так вот, да, не скажешь, что это пастила. Какой-то как, ну, как, знаешь, как-то заготовка кондитерская. То есть согласись, дети получат удовольствие. Да. Это я так, по-моему, нарезала пастилу, просто растопила шоколад туда, да, булька? Ну, не совсем. Я сделала такой ганаш, да, то есть шоколад со сливками все-таки, чтобы оболочка на пастиле не застыла твердой, да, такой корочкой, а именно осталась мягкой. Слушай, Катрин, ну, ты прям идешь по стопам самого небанального Павлова, я тебе могу сказать. У тебя это неплохо получается. Очень здорово. Мне все понравилось. Спасибо. Так что спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что пригласила меня и накормила сладостями. В гостях у меня был сегодня Владимир Павлов. Я, Катрин Байер, была сегодня дежурной по кухне телеканала «Еда». Так что желаю вам всем сладкой жизни и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok